всем привет с вами тратя давно не снимала на телефон решила вам все-таки отснять сейчас видео вот немножечко который сейчас накрашусь и буду снимать вам пустые баночки в общем посмотрю может наверно не про все продукты сейчас буду рассказывать потому что очень очень много накопилось и сейчас хочу с вами открыть посыл в том что я даже не помню что это какого-то в общем сайта мне пришло в общем это пришел на заказ китайского сайта или сами дресс там еще что-то вот заказал себе джинсы на пробу честный первый раз вам заказывать с китайского сайта джинсы на могу сказать первое какое-то своеобразный сейчас запах надеюсь он быстро будет рецепт насколько поздно заказывал размер м тут никаких показаний нет это большеватый мне кажется цвет какой-то довольно тоже странно посмотрим возможно что мне мне понравится так не воняет как от джинсов это спортивный костюм я вообще не ношу спортивный костюм подумал что иногда все-таки очень удобно с ребенком напялил и пошел как-то не знает а быстро и удобно взяла такой какой-то белый серый мне понравился на сайте довольно неплохое качество я вам скажу даже ткань довольно приятная там внутри с начесиком то есть будет прохладную погоду комфортно в нем это кофте тоже на такой начесик надо посмотреть как она в носке потому что мне кажется что здесь все таки имеется синтетика сняла я вообще видео по пустые баночки сейчас буду снимать каждый продукт потому что вам не нравилось когда я тыкала ими в камеру поэтому я следую вашим советам и снимаю отдельно на вот тут такая свалочка сейчас для вас снимала видео и решила кусочек влога записать так на такую камеру со штативом я недавно первый раз познакомилась с маркой faberlic и делала оттуда первый заказ я купила два продукта для дочери это вот такой кондиционер он он довольно приятно пахнет хорошо распутывает волосы но им легко переборщить я им пользовалась сама он такой довольно жирненький поэтому имейте ввиду если берете им довольно легко переборщить ну в целом неплохая такая штучка также для дочери я взяла детский вот такой лак она обожает красить ногти вообще обожает краситься что-то вообще с собой делать и она сама откручивает сама накрасить себе ногти и что чем плюс таких вот лаков детских я закажу кстати и других цветов это так брала на пробу стоит он сущие копейки точно вам не вспомню но стоит действительно дешево и дочь довольна чем главный плюс этого лака это то что он смывается простой водой вам не нужно пользоваться смывкой для ребенка и так что девочки мамочки присмотритесь если ваши девочки любят рисовать на ногтях вообще любят что-то такое присмотритесь также я купила себе вот такой вот лимонное монпасси крем сорбет для он очень быстро впитывается и я бы не сказала что он питательный но увлажнение в принципе довольно сносное единственное на очень сухие участки бесполезно его наносить он не он вам не даст хорошее увлажнение но если ваша кожа в принципе не нуждается в таком прям питании и в хорошем увлажнении то в принципе почему бы нет довольно приятный аромат но химозный но приятный химозный но приятный и очень очень быстро впитывается вот он такой вот прям жиденький жиденький вот он стекает у меня по руке очень 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 быстро как водичка впитывается вот в принципе ощущение когда вы разноситесь то что вы разносите в воду Вот действительно, это очень приятно, приятно. Мне понравился в целом лосьон. Также я взяла концентрированный гель для стирки, для белого белья. Не знаю, гель, как гель, но белизны он толком не придает, но стирает в принципе неплохо. Поругать его сильно не могу, но и похвалить тоже. Также купила вот такие влажные салфетки. Одна девушка их очень хвалила. Это экспресс-помощь для удаления пятен. Пока их не тестировала. Честно, девушки, если вы тестировали такие салфетки, пожалуйста, скажите. Вам они понравились вообще? И как вы ими пользуетесь? Потому что я пока не пользовалась. И, конечно, в конце я оставила самое сладенькое. Это потрясающая маска от Faberlin Gardenia. Потрясающая маска. Мы даже как-то с подружкой устроили просто себе спа день. Два дня подряд мы пользовались этой маской. Мне просто был интересен эффект, если использовать ее два дня подряд. Если этой маской пользоваться регулярно, два-три раза в неделю, у вас кожа разглаживается, становится более однородный оттенок. Какие-то покраснения сглаживаются, они не уходят. Но совсем возможно, если пользоваться ей намного дольше. Я уже ее прям изрядно так потестила. Не знаю, видно вам или нет, но тут уже полбанки. И мне безумно нравится эта маска. Хотя она для Faberlic довольно небюджетная. Она стоила, по-моему, 560 рублей. Ну, что-то где-то 500 рублей. Это точно. В общем, эта драгоценная маска красоты, она увлажняет, она очищает, она разглаживает какие-то несовершенства. У меня вот здесь вот подкожные прыщики. Если я пользуюсь этой маской регулярно, они у меня пропадают. Вот действительно, когда вот проходит некий период, где-то может неделю. И они у меня снова появляются, если я ей не пользуюсь. Потрясающая маска, она мне очень понравилась. Честно, я буду ее заказывать раза в раз. Поэтому, девочки, я ее вам советую. Очень классная маска. В общем, не знаю, что вам еще такого показать. У меня вообще за последнее время очень много новостей. Я купила себе новый телефон. Да, кстати, вот у меня такой милый. Милые тут такие совушки. Очень классный чехол. Ну, вот всем девчонкам, кто видел, знает. Я купила себе шестерку. Я купила себе такой вот Space Gray. Мне очень нравится этот оттенок. У меня черное. Если вам, кстати, было бы интересно, какими приложениями я пользуюсь. И вообще рассмотреть мой телефон поближе, то я могу отснять для вас видео, что мое iPhone. Так что ставьте пальчики вверх. И пишите в комментариях, если вам было бы интересно увидеть такое видео, чтобы я знала. Также вообще мне... Кстати, да, мне его подарили на день рождения. И подарили мне вообще очень много всего. Если вам интересно увидеть мои подарки, тоже пишите об этом в комментариях. Потому что я не знаю, вообще интересно вам увидеть, что мне дарят, что у меня такого новенького. Потому что... Иди, мама! Да едем, едем уже. Что это? Велосипед. Велосипед? Мой! Нет, не твой. Что там, самокат? Мой! Нет, не твой. Что там, самокат? Самокат. 진ка, чужой самокат. Нельзя. Чужой же. Ты же не любишь, когда твои игрушки берут? Вот это чужие не должны брать. Только по разрешению. Если тебе разрешать, то можно. Иди пока на горшке покатайся. Котик, ну нет, нельзя. 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 Хватит губы дуть. Иди скорее на горочку. Покатайся. Иди. Иди давай. Настя, в районе, может быть, они где-то говорят. Барри. Быстрее залезай, там девочка залезает. Давай сюда. Натомози. 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 Иди на большой горочке покатайся на оранжевых. Би-би. Ну, Биби, ты сама попросила убрать Мои муж с дочкой сейчас купаются А я сажусь сейчас за монтаж как раз-таки этого влога Я решила все-таки влог выпустить первым Так что я с вами на этом прощаюсь Всем спасибо за просмотр Не забывайте ставить пальчики вверх И подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны А всех я вас обнимаю, целую И пусть удача всегда будет с вами Пока-пока